МИЛИАРДЫ НА МУСОР Жительство Дагестана и Республиканский экологический оператор подписали соглашение по отработке ТКО. Городская клиническая больница получила ангиограф. В чем уникальность нового оборудования, узнаем в выпуске. 10 забегов и призовой фонд 3 миллиона рублей. В конно-спортивном клубе «Зебра» в день единства народов Дагестана пройдут скачки. Задержан подросток, который распространял сообщения о лжеминировании. По данным МВД Дагестана, 15-летний ученик гимназии номер 17 отправил на электронную почту школы два письма с угрозой взрыва. Возбуждено уголовное дело. Известно, что юный злоумышленник воспитывается в полной семье и на учете не состоял. Свои действия парень объяснил желанием пошутить. Как сообщает МВД Республики, есть основания полагать, что подросток действовал не один. Идет проверка информации. Три комплекса по отработке ТКО построят к 2024 году в Дагестане. Объем инвестиций составит почти 13 миллиардов рублей. Комплексы появятся в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. Соглашение заключили правительство Дагестана и республиканский экологический оператор сегодня в Москве на площадке 9-го инфраструктурного конгресса российской недели ГЧП. Подписи на документах поставили министр природных ресурсов и экологии Республики Ибрагим Ибрагимов и гендиректор ООО Рео Игорь Гетманов. В Дагестане продолжается реконструкция дорог, ведущих к туристическим объектам. В частности, на стадии завершения работы на участке Грозный, Ботлях, Кунзах, Араканская площадка. Объект приводится в нормативное состояние по прямому поручению президента России Владимира Путина, сообщает региональный Минтранс. На данном этапе идет укладка асфальта и завершено устройство искусственных сооружений. Параллельно ведутся работы по укреплению обочин. Данный маршрут является одной из важнейших транспортных магистралей межрегионального значения с выходом на Чеченскую республику. Кроме того, он соединяет населенные пункты Ботляхского, Хунзахского и Гергебельского районов и обеспечивает по кратчайшему пути вывоз сельхозпродукции на рынке соседнего региона. И самая главная дорога ведет к таким популярным туристическим объектам, как озеро Казино-Ам, Экстрим-парк Матлас, Мачохское озеро, водопад Тобот, Ирганайское водохранилище и Салтинское ущелье. Ежедневно на объекте задействовано более 20 единиц спецтехники. Окончание работ запланировано на конец октября. В Минсельхозе России обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана. Совещание прошло под руководством заместителя министра федерального ведомства Андрея Разина и с участием председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. В частности, говорили о необходимости дополнительного финансирования для поддержки аграриев, перспективах развития в регионе горно-долинного садоводства, а также о строительстве сельхозпредприятий. С одной стороны, вчера, например, я связывался с рисоводами, по 28 рублей у них сельхозпредприятий закупают. У нас есть свое рисоперерабатывающее предприятие, мы порядка 50% перерабатываем его. В этом году, если погода нам не помещает, мы соберем 130 тысяч тонн риса как минимум. Нам хотелось бы, чтобы в формах поддержки по строительству рисоперерабатывающих предприятий, тоже чтобы была соответствующая поддержка. Дальше продолжим. По виноградарству сумму надо увеличить. Если, например, в этом году было сколько, около 500, да? 120, 519. 519, ну, в следующий год, где хотите, найдите, что хотите, бежали. Нам нужно более 1 миллиарда рублей на развитие виноградарства, потому что виноградарство развивается. Виноградарство пошло в горе уже. Андрей Разин поручил оперативно подготовить соответствующее официальное письмо от республики с целью совместной проработки вопросов. Достигнута договоренность о проведении в текущем году выездного совещания с участием представителей Минсельхоза России в республике. Все выращивают объемы переработки, подготовки, для того, чтобы предоставлять нашу текстильную промышленность, тот материал, о котором они на сегодняшний день говорят, и зачастую приобретают его, в том числе и в Китае, и Белоруссии. У нас объемы остается не на себя. Высокотехнологичное оборудование продолжает поступать в медицинские организации Дагестана. В рамках реализации нацпроекта здравоохранения городская клиническая больница получила на баланс суперсовременный ангиограф. С его помощью врачи проводят диагностику сосудов сердца, операцию при инфарктах и инсультах, а также резекцию анкобольным. Обхват довольно широкий. У нас больница многопрофильная, и здесь очень много хирургических, с хирургическим уклоном отделений. И считаю, что на этом оборудовании проводятся все возможные операции. Ну, в первую очередь, это, конечно, коронарные вмешательства. Учитывая то, что напряженность работы и огромное количество больных, мы получили второй ангиограф. Он позволит произвести еще больший обхват. Мы можем принимать неврологических больных, то есть это с инсультом, острым инсультом, провозить тромбоаспирацию сосудов головного мозга. Сложная техника была закуплена республиканским Минздравом и сейчас находится на стадии пуска наладочных работ. Здесь имеется и помещение, где он будет установлен, и специалисты, владеющие необходимыми навыками работы. Сейчас у нас есть возможность разграничить и проводить отдельное вмешательство для пациентов республиканского значения, число которых у нас в последнее время возрастает. Ну и плюс целый ряд других вмещательств. В том числе мы планируем работу над тромбоэкстракцией в сосудах головного мозга. У нас это тоже имеется в планах. За спасение на пожаре. В Москве наградили старшего тренера юношеской сборной Дагестана Арсланбека Алиева и Магомед Шапи Гаджиева, которые летом спасли 6 человек из горящего автомобиля на Зубаревском бульваре. Вручил медали ведомства в торжественной обстановке лично руководитель МЧС по Москве Юрий Ткаченко. 15 сентября в день единства народов Дагестана в Махачкале пройдут масштабные скачки. В конно-спортивном комплексе «Зебра» состоится 10 забегов с призовым фондом в 3 миллиона рублей. Зрители также познакомят с самым красивым и престижным видом конного спорта – конкуром. Помимо этого гостей ждет развлекательная программа – это джигитовка, спортивные состязания и вкусные угощения. В этот день здесь будет происходить открытый чемпионат Махачкалы по конкуру. И самое главное – 10 забегов, наверное, можно их назвать сейчас суперскачками, потому что около 200 лошадей прибыло для этого мероприятия. Мы считаем, что это, наверное, такой крупный аншлаг. Мы, конечно, ждем их с нетерпением. Подготовили поле, подготовили конкурное поле, готовим трибуны. В общем, все работают для того, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне. Организаторами мероприятия выступает правительство, народное собрание и муфтият Дагестана. Приглашаются все желающие. Спорткомплекс находится по улице Ремесленная, 45, возле торгового дома Киргу. Чемпионы мира и Европы на одном татаме. Члены сборной России по грепплингу восполняют соревновательную практику на родине. В Махачкале прошел третий этап регионального турнира GPL. Подробности у Курбана Рагимова. Накал страстей, эмоций и переживаний – это главное событие вечера. Гаджмурат Гасангусейнов против Ахмада Назирова. Суперсхватка между бойцом ММА и базовым грепплером оправдала все ожидания болельщиков. Встреча проходила в яркой борьбе, пока Гасангусейнов во второй пятиминутке не подловил соперника на ошибки. Победа удушающим приемом. Третий турнир GPL собрал около 200 участников – это дети, юноши и взрослые. Для последних выступление здесь – это хорошая проверка сил. На татаме выходят чемпионы мира и Европы из клуба Universal Fighters. Для Мухаммада Тимеева турнир послужил возможностью сохранить соревновательную активность. В эти дни он должен был бороться на очередном чемпионате мира в Сербии. Вот сейчас я уезжаю на сборы, в Москве будут сборы и турнир будет подобный, международный турнир. И перед этим соревнованиям решил продышаться, и так редко выступаю. Конечно же, плохо, что Россию не допускают. Ну, турнир, вот это подобный турнир, организовывает хоть что-то, да, для спортсменов было. Но выездов нет у нас, вот это плохо. То есть выезд – это все равно по-другому, вот это, ну, в другую страну летишь. Чемпионат мира, да, как-никак – это тоже достижение. И приходится выступать у себя дома. По итогам ярких баталий определились имена семи чемпионов. Победители во всех весовых категориях вышли в финальную часть гран-при, где в конце года они смогут оспорить чемпионские пояса. Еще одну возможность попасть в гран-при грэпплерам предоставят в октябре. У нас основная задача этого турнира была, чтобы дать площадку, возможно, выступать именитым спортсменам. Поэтому стараемся сделать турнир на высшем уровне и также порадовать и призами, и организацией. Но мы также и про молодежь не забываем. Завтра у нас будет проходить молодежный чемпионат. Дети с возрастом от 8 лет и до 20 лет в каждом своих возрастных категориях и своих весах будут определять также лучшего. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире.